здравствуйте на канале тонн тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а со мной студии адвокат илья вайтберг здравствуйте илья добрый день присутствие адвоката само собой подразумевает что тема в нашей сегодняшней беседы будет юридическая но я части законотворческая дело в том что депутат парламента от ликуда выдвинул законотворческую инициативу предложила рассмотреть вопрос создания законопроекта который предусматривает по сути дела неприкосновенность главы правительства правда не от всего частичную совершенно верно вот так называемых ну можно сказать легких нарушений а точнее от нарушений которые предусматривают до полугода наказания это более полугода да это естественно вызвало множество споров хотя тема в общем-то не новая она периодически обсуждается в обществе подсудим или нет глава правительства ваша точка зрения глава правительства у нас подсудим значит и ну давайте как бы сначала все-таки пару мазков дополним картину о чем идет речь что же это такое за преступление максимальное наказание по которым предусматривает не более шести месяцев приведу пример трудно найти такие преступления но тем не менее если человек допустим является источником повышенного шума и после предупреждения он продолжает это делать можно вплоть до того возбудить против него уголовное дело и значит если будет доказана его уголовная составляющая вот такое наказание или допустим помеха между соседями да ну вот понимаете такие вот очень небольшие очень маленькие преступления которые но в самой буйной фантазии трудно предположить что человек который работает премьер-министром в нашей стране он будет замечен за такими действиями значит ну вряд ли он будет шуметь после и даже после того когда ему скажут не шумите да да значит то есть поэтому как бы давайте разобьем этот вопрос на два вопроса популистская ли это деятельность в данном случае или нет и второе а вообще откуда ноги растут у этого дела да я считаю что вот данное конкретное предложение моё мнение она действительно не носит под собой никакой практической основы она является чистейший популизм первое пропиарить себя речь идёт о депутате амсалем и который речь идёт о депутате автором этой идеи да пропиариться себя второе видимо за работы какие-то очки по отношению к премьер-министру который является в той же партии значит что и он сам но важно тут другое важно тут другое что впервые в общем то человек бросился на амбразуру он тоже понимает что этот закон не пройдет сто процентов не пройдет его уже отодвинули на на зимнюю сессию даже не будут в частной осенней сессии рассматривать ему сказали что он должен его немножко там отредактировать внести изменения и естественно он не пройдет но впервые ярко и так рьяно пошел вектор который говорит нашему всему обществу и нам ребята хорош хорош потому что мы настолько отвлекаем сами наших высоких значит и министров и премьер-министров высший эшелон что они полностью вынуждены защищаться они уже боятся собственной тени они уже боятся всего люди уже и не хотят идти на такие посты потому что они прекрасно знают что их то есть надо просто идти полностью раздеваться голиком и быть готовым ко всему не каждый на это готов пойти хорошо а что же делать значит если вы говорите что рациональное зерно в этом есть еще рациональное зерно я имею ввиду не юридическое политическое может быть общественное потому что в конце концов атакуют не секреты нашего главу правительства атакуют со всех сторон постоянно семью его атакуют со всех сторон постоянно это отвлекает это действительно отвлекает извините атаковать атакуют не только его до этого атаковали и худо ольмерта худо барака рель шарона одну секундочку теперь я считаю я считаю что вот это вот хостинут то есть неприкосновенность по отношению к невыборным а назначаемым лицам она в принципе недопустимо будь ли это топ-менеджер высокой компании будь ли это глава правительства это люди которые которые назначаются они не выборные как наши члены парламента ведь у наших членов парламента есть хостинут есть неприкосновенность депутатская почему потому что мы выбираем их народ выбирает их для того чтобы специально они на конкретном поле значит и могли где-то там нечаянно там это самое не больнин чтобы они не боялись собственной тени у нас есть частичная неприкосновенность неприкосновенность допустим эту судей до судья то что касается работы судьи он вообще неприкасаем потому что ты его работа значит и там с гражданской точки зрения его можно привлечь не его лично как государство в его лице а в уголовном плане можно допросить судью допроси даже судью с разрешение юридического советника правительства и с разрешение председателя верховного суда то есть как бы она это не новая действительно неприкосновенность она существует но еще раз говорю даже у нас есть неприкосновенностью президента но президента вы выбирают по фамилии то есть не просто так допустим мы выбираем партию такую ты потом глава этой партии становится премьер-министром президент у нас выбирается членами парламента но по фамилии и как бы это такая двойная делегация идет то в данном случае у него тоже есть неприкосновенность а тут рожь миншала то есть премьер-министр при всем моем уважении это человек который может быть и это не выборная народом должность а какая собственно разница выбор разницы именно в том а выбор на именно в том что вот я же говорю откуда берем откуда берутся ноги у неприкосновенности если народ выбирает конкретного человека народ хочет видеть конкретного этого человека который управляет этим народом какой-то период времени и поэтому народ дает в качестве одной из защит демократии ему неприкосновенность Тут неизвестно кто. Вы же помните, избирали Ариэля Шарона, а вдруг ниоткуда не возьмись появился у нас Эуд Ольмерт. Он же ведь не избранный. Он просто был следующий по списку. Так получилось. Поэтому есть должности, которые назначаются. Поэтому мое мнение, мое личное мнение, назначаемые такие должности не должны иметь хосинута, то есть неприкосновенности. А уж тем более по таким несерьезным нарушениям. А серьезным? Ведь почему тот же тип, извините? Потому что равенство перед законом это один из важнейших принципов права. Равенство перед законом. Теперь, если мы немножко отвлечемся от респруденции, как бы пойдем на общественный такой вот вектор, да, говорится, то есть еще раз говорю, да, действительно, это действие, которое вот этот депутат Кнастам Салем сделал, это очень непопулярное. Оно, конечно, привлечет к себе внимание, об этом будут говорить. Вот мы сейчас с вами говорим, да, значит, на израильской, израильская пресса это тоже обсудит. В конце концов, его отобьют, то есть не разрешат ему там или отклонят проект. Но, тем не менее, волна пошла, то есть вектор уже пошел. Человечество, общество наше израильское должно задуматься серьезно. Мы слишком активно, слишком очень много, чересчур много начинаем уже заниматься так называемой вседозволенностью. Это уже не демократия. Это уже чем-то попахивает другим. Илья, но ведь отчасти депутат Кнастам Салем прав. Он, правда, немножко противоречит себе, но сейчас дело не в этом. Он ссылается на опыт последних 20-30 лет. Ведь за все это время все главы правительств, которые у нас были, все были вынуждены тратить энергию, свое драгоценное, я без доли иронии говорю, время, усилия на то, чтобы защищаться от обвинений, 90% из которых потом не подтверждалось. Так было с Ариэлем Шароном, так было с Ихудом Ольмертом, так было с Ихудом Бараком, а с Ихудом Ольмертом, вспомните, он вообще был вынужден уйти со своей должности, премьер-министра, под грузом обвинений, которые потом не были использованы в суде, большая часть. Большая часть. Сейчас глава правительства. Что вы думаете в этой связи, допустим, по поводу французского опыта? Там есть закон. Если человек не совершил, глава государства, тяжких преступлений, имеется в виду измена родине, убийство, что-то такое, то обвинения против него, да, рассматриваются, замораживаются до того момента, пока он работает. Ушел? Тогда он будет отвечать перед законом. И так было? Да, и то же самое предлагает. Но, во всяком случае, ему предлагают, позволяли ли спокойно работать руководить государством? Да, то же самое предлагает депутат Амсалем, что его неприкосновенность временно будет замораживать и срок исковой давности по данным преступлениям. Я еще раз говорю, что мое мнение, мое мнение как адвоката, как человек, который работает с законом, мне это претит, что выборная, не выборная, а назначаемая должность будет иметь такую неприкосновенность. Мне это претит. Есть другие инструменты, которые будут давать возможность главе правительства, то, что мы говорим, спокойно работать. И эти инструменты пока еще не использованы. А дать такую отмашку на законодательном уровне, как бы прокричать на всех углах, что человек, который получил удостоверение премьер-министра, сейчас он будет вне закона, пускай даже частичного, не могу согласиться. Не могу согласиться. Тяжело. Убедительно. Мне это не видится. Есть. Я еще раз могу привести примеры. Допустим, можно ограничить, что, допустим, вызов его на допрос, допустим, да, он будет со специального разрешения кого-то, допустим. Ну и сегодня это так. И сегодня это так. Только после утверждения юридического советника правительства. Да, безусловно. То есть они есть, инструменты есть. Они просто мало, как бы не то, что мало работают, может быть, их стоит отредактировать. Но в законодательном уровне, потому что закон, прежде всего, это декларация. Изначально мы ставим этого вне закона, а этого под закона. У этого такой закон, у этого такой закон. Это нехорошо. Это открывает такую и такую пандору. Это плохо. Это не по законодательному мышлению или мыслению. Да, но тем более вы сказали, в любом случае этот закон вряд ли пройдет. Я не вижу. В таком виде. В таком нет. В таком виде. Или пусть глава правительства избирается на общих основаниях. Как вы сказали. Что, кстати, было у нас уже. Один раз. Да. Один раз. Один раз было, действительно. Большое вам спасибо за этот комментарий. Напомню, что со мной в студии был адвокат Илья Вайсберг, с которым мы обсуждали законодательную инициативу, которая предусматривает ограничение уголовной ответственности главы правительства. Всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.